Сейчас в Запорожском военном госпитале на лечении 73 украинских военнослужащих. Говорят, практически каждый из них в экстренной ситуации в зоне проведения АТО обращался к Богу. В праздник крещения прийти к Иордане бойцы по понятным причинам не могут. Обряд освещения воды и омовения проходит в стенах госпиталя. «Когда вода освящена, благословена и кропливается водой, то, конечно, есть большая сила». Идея провести обряд освещения воды в Запорожском военном госпитале пришла к запорожцу – бойцу батальона «Донбасс» Александру Тарану. Он был ранен под Иловайском, сейчас проходит курс реабилитации. Подарком для раненых бойцов стали сладости и праздничный концерт, организованный воспитанниками музыкальных школ города. «Я пролежал на спине, на кровати долгое время. Поэтому каждый приход детей, взрослых, волонтёров, кого угодно. Это всё равно небольшой праздник для человека, который может отвлечься от этого. Как бы хорошо к тебе не относились, но это не совсем приятно лежать». Роман Кисель попал в госпиталь четыре дня назад. Говорит, крещение для него – праздник святой. «Мне очень приятно, что дети приехали. Жаль, что не купаюсь, я постоянно принимаю купание в рице. Ну, так вышло, что не уходит ничего». Всем бойцам, которые проходят реабилитацию, воспитанники Запорожской детской художественной школы вручили рисунки, открытки и бумажных голубей мира. «Они обозначают символ любви, свободы». «Як терапия. У всех у нас есть дети». А запорожские библиотекари пополнили книжные полки госпиталя. В основном привезли классику. Считают, благодаря ей бойцы быстрее выздоровят. «Мы старательно подобрали книги для бойцов и считаем, что в данном случае это их может немножко отвлечь, успокоить и, может быть, какие-то мудрости помогут им дальше жить и быть, так сказать, для них ориентиром». «Они обозначают символ любви, свободы, свободы, свободы».